Мой доклад посвящен таргетной терапии при ранних стадиях. Ну, на самом деле, конечно, все это уже говорили, что рак легкого – это множество разных болезней. И вот если мы посмотрим место таргетной терапии, то на самом деле оно очень небольшое. Мы видим, что только порядка, может быть, 20-25% пациентов, они имеют какое-то отношение к таргетной терапии, потому что есть некая драйверная мутация, которую можно заблокировать. И, собственно, после чего, ну, чем таргетные препараты, собственно, этим и занимаются. И мы можем получить эффект. Да, если посмотреть, сколько из этих больных с ранними стадиями, то мы увидим, что их, конечно, подавляющее меньшинство. Большинство больных с драйверными мутациями – это пациенты с продвинутыми стадиями, которые в основном как раз, собственно, и лечатся таргетной терапией, а роль локального лечения у этих пациентов в целом меньше. Но, тем не менее, она остается. И, конечно, в основном это пациенты с аденокарциномой легкого. Там, можно сказать, так, 95-98% – это аденокарциномы легкого, все остальные встречаются крайне редко. И надо сказать, что на сегодняшний день вообще меняется сама структура заболеваемости раком легкого, аденокарциномы становится все больше. В нашей стране она даже потихонечку начинает преобладать над плоскоклеточным раком легкого. Это связано с изменением сигарет. Есть значительная доля пациентов с раком легкого с аденокарциномой, которые не курильщики. И там как раз и встречаются драйверные мутации. И здесь даже по локализации первичного очага зачастую это совершенно разные болезни. И основной успех, который вот здесь был сделан, конечно, это связано с тем, что удалось аденокарциному разобрать на различные подтипы и уже у большого процента пациентов удается подобрать тот или иной вариант терапии таргетной, которая должна быть. Но при этом резко усложнилась диагностика, резко стала важна роль материала, который мы берем у этих пациентов, как его получить, как его правильно маршрутизировать, куда его девать, чтобы определить подходы к лечению. Здесь очень много, так сказать, нюансов, сложностей и гистологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических. В общем, ситуация очень непростая. Если мы говорим о аденокарциномии первой-второй стадии, конечно, здесь никто не спорит о роли хирургического лечения. Оно, конечно, максимальное. И в отдельных случаях, конечно, это может быть и лекарственная терапия, может быть, естественно, и лучевая терапия, если пациент функционально неоперабельный. Если же мы говорим о роли лекарственной терапии у больных с драйверными мутациями, то при ранних стадиях, то, конечно, тут только начинает просматриваться роль у больных с GFR-мутацией, потому что при других драйверных мутациях роль таргетной терапии просто не истана в силу редкости самой болезни и отсутствия соответствующих клинических исследований. Третья стадия – здесь индивидуальный подход, он связан с очень многими обстоятельствами. Ну а третья – B, четвертая стадия, конечно, это в первую очередь таргетная терапия, варианты таргетной терапии, но как раз, на мой взгляд, при третьей-четвертой стадии нельзя исключать роль и хирургического лечения как одного из этапов циторедуктивной операции, который позволяет этим больным жить и качественнее, и дольше, и некоторые даже, на мой взгляд, имеют шансы в том числе и, может быть, и выздороветь. Ну, если мы говорим про GFR-мутированный аденокарцином, чаще всего это, конечно, периферическая локализация. Ранние стадии зачастую это даже случайно выявляется, но, к сожалению, по опыту больные ранними стадиями имеют, скорее всего, несколько более худший прогноз в плане прогрессирования. Они чаще прогрессируют, в отличие от, скажем так, дикого типа аденокарцином. И поэтому адювантное или неадювантное лечение, что называется highly needed, оно очень требуется. Какая цель основная адювантной терапии? Это уничтожить те микрометастазы, которые где-то могут находиться. Что может химиотерапия? Сегодня об этом уже было сказано. Это в среднем 5%. Чуть больше роль адювантной химиотерапии у больных 2B, 3A. Чуть меньше первая B, вторая A. Но, тем не менее, роль адювантной химиотерапии оставляет желать лучшего. Первое исследование по адювантной таргетной терапии, когда еще не было, собственно, понятно даже в дизайне исследований, кому, собственно, она нужна. Это было исследование Radiant, где после адювантной химиотерапии у больных с EGFR экспрессирующейся, иммуногистохимически, что совершенно не имеет никакого значения с точки зрения биологии, назначалась адювантная таргетная терапия препаратом эрлатиниб. Они делились на две группы, эрлатиниб или плацебо. И надо сказать, что уже после того, как поняли, что не работает, разобрались и увидели, что были больные, в том числе с EGFR-мутацией. Но их было чуть больше в группе эрлатиниба, чуть меньше в группе плацебо. И надо сказать, что увидели, что больные с мутацией имеют, конечно, несколько лучший прогноз с точки зрения выживаемости без прогрессирования в сравнении с плацебо. Но это, к сожалению, не отразилось на общей выживаемости. Еще одно исследование, исследование второй фазы SELECT, где была моно, так сказать, группа получала 80, порядка 60 человек адювантную таргетную терапию эрлатиниба. Мы видим неплохие кривые выживаемости, но из него нельзя здесь вывод, нужно это или не нужно. И, в общем-то, одинаковые кривые, похожие, чуть лучше первая стадия, а вторая и третья очень близки между собой. И надо сказать, что, к сожалению, не все пациенты хорошо переносят в адюванте таргетную терапию эрлатинибом. То есть восприятие людей в адюванте таргетной терапии, тех осложнений, которые она может принести, это совершенно другое, чем когда человек получает по поводу лечения. Но, тем не менее, двухлетняя выживаемость без прогрессирования 88%, это очень неплохая цифра. Наиболее обсуждаемое исследование СИТОНК, это восточная популяция, исследование рандомизирования, где сравнивалось эффективность химиотерапии, стандартной платиновидно-рельбин против гефитиниба в течение двух лет. У больных с ИДЖФР мутированной аденокарциномой легкого. Мы видим, что выживаемость без прогрессирования существенно лучше в пользу таргетной терапии. 27 месяцев медиана ПФС против 18. Дельта составила более 10 месяцев, что очень понятно. И особенно выигрывает группа Н2, причем это видно, что это даже статистически достоверно. То есть, в общем-то, здесь есть как бы рациональное зерно в применении. Таким образом, мы можем сказать, что с мутацией ИДЖФР гефитиниб увеличивает выживаемость без прогрессирования. Таргетная терапия вообще может быть эффективна. И особенно выигрывают пациенты, чем больше стадии, тем больше они выигрывают. И, возможно, необходимо тестирование делать и на ранних этапах. Хотя окончательные выводы можно будет сделать только после получения данных по общей выживаемости. Два года или меньше. Вопрос не ясен. Было одно небольшое исследование, которое сравнивало афотенип два года против три месяца. Вот какой был дизайн этого исследования. Надо сказать, что исследование оказалось несбалансированное по продвинутым стадиям, поэтому нельзя настолько его прям воспринимать как руководство к действию. И там было показано, что все-таки два года лучше, чем три месяца. Может быть, это связано с биологией, а может быть, это связано с маленькой мощностью исследований, несбалансированностью групп. Проведен метаанализ исследований, которые сегодня есть по адювантной терапии GFR мутированной аденокарциномы легкого. И в метаанализе все-таки мы можем сделать вывод, что есть польза от проведения адювантной таргетной терапии как с точки зрения выживаемости без прогрессирования, так и с точки зрения общей выживаемости. То есть на больших группах вроде бы это начинает просматриваться. Еще один метаанализ был сделан уже другими авторами, хотя исследования, в общем, те же самые. И мы видим, что да, польза в пользу адювантной таргетной терапии она, в общем-то, имеется. Но масса вопросов. Какое лекарство лучше использовать? Соотношение эффективности и переносимости. Лекарства, хоть и похожи по механизму действия, но токсичность может быть разная. Продолжительность адювантной терапии тоже неясна. Ну и, в общем, нужна, конечно, селекция пациентов. Таким образом, мы можем сказать, что и GFR-ингибиторы на сегодняшний день, вот учитывая биологию, тем, что пациенты все равно постепенно прогрессируют, можно сказать, что не излечивают пациентов, но существенно отсрачивают сроки прогрессирования. Выживаемость без прогрессирования растет. Неясна оптимальная продолжительность. И, в общем, то, что подходит для лечебного дела, не всегда подходит для профилактики. Это исследование, сегодня уже был этот слайд, это те исследования, которые сегодня идут в этом направлении. Я думаю, очень интересно будет исследование, вот в частности, Адаура, оно достаточно мощное, эффективное, и там наиболее эффективный таргетный препарат используется. Неодювантная терапия. Еще одна интересная, подход, рано использовать таргетную терапию, потом прооперировать, потом проанализировать, что из этого получается. Исследование тоже восточных наших коллег, эрлатенип полтора месяца против химиотерапии полтора месяца. И следует сказать, что тут просто очень много было больных, а в исследование попало всего по 35 в каждую группу. То есть скрининг был огромный, а воронка попадания в исследование оказалась очень узкой. То есть мы понимаем, насколько, несмотря на обширность проблемы, насколько сложно попасть в эти исследования. Исследование, надо сказать, было достаточно хорошо сбалансировано. И что мы видим? Что таргетная терапия более эффективна непосредственно. 54 против 34% вероятности ответа. При этом больше процентов больных получили радикальное хирургическое лечение, в том числе R0, что тоже очень важно. И что очень интересно, что здесь появляется такой фактор, как major pathological response. То есть те больные, несмотря на то, что таргетная терапия шла очень коротко, всего полтора месяца, 42 дня, тем не менее часть больных имеет очень хороший ответ на таргетную терапию, чего, к сожалению, не было прослежено у химиотерапии, которая была всего два цикла. И вот мы видим, как бы вероятность хорошего ответа, конечно, превалирует у больных, которые получают таргетную терапию в первую очередь. Кривые выживаемости без прогрессирования, они также в пользу таргетной терапии. Мы видим, что существенная разница, практически 10 месяцев между двумя группами. И мы видим, что очень неплохо выигрывают, и даже несмотря на то, что исследование небольшое, выигрывают женщины, а женщины и GFR мутированной данной карциномой легкого составляют основную популяцию тех больных, которых мы видим вот сегодня в нашей рутинной клинической практике. Таким образом, можем сказать, что неодювантная терапия существенно увеличивает частоту ответов, ответ на терапию, число R0 резекции, снижение числа метастазов в лимфоузлах при N2, и R0 более эффективен, и, в общем, эта тема должна развиваться, хотя, конечно, данных по общей выживаемости на сегодняшний день пока нет. Таким образом, какие можно сделать выводы? Что сегодня основная информация по использованию таргетной терапии в ранних стадиях исходит от больных с мутацией GFR. С мутациями ALK, это вторая по численности группа больных с драйверными мутациями исследования ведутся, но пока еще ответа нет. Биологические и клинические – это совершенно разные течения болезни, разные модели болезни, они нельзя экстраполировать одно на другое, к сожалению. Риск прогрессирования у больных с GFR-мутацией, она, на мой взгляд, даже больше, чем у больных с диким типом. И мы должны это принимать в расчет, когда мы думаем о том, что делать с этими больными после хирургического лечения. Так как все-таки адювантная терапия снижает риск прогрессирования, но, понятно, неясно сегодня, излечивает она или нет. И так как в целом болезнь относительно индолентная, может у нас и не хватить особенно времени, учитывая, что потом больные, подавляющие в большинстве, получают таргетную терапию при прогрессировании, мы можем не увидеть разницу в общей выживаемости, как бывает зачастую при некоторых достаточно индолентных опухолях. Ну и неадювантная таргетная терапия, она тоже имеет право на жизнь, особенно у больных с пограничной ситуацией, когда непонятно, стоит оперировать, не стоит оперировать. И даже больные с четвертой стадии, с олигометастатической болезнью, я считаю, после проведения таргетной терапии, имеют право на активную хирургическую тактику, которая может избежать симптомов. Убрав первичную опухоль, мы зачастую убираем то место, где больше всего болезней, где больше всего мутаций, где первая прогрессирует и, соответственно, дальше может метастазировать. Спасибо. Данил Львович, скажите, пожалуйста, есть вопрос? Можно я задам? Данил Львович, скажите, пожалуйста, вот если мы говорим об нейдювантном таргетной терапии, вот не ожидается ли синдром вспышки, так называемый, после отмены? Вот мы прооперировали, потом отменили таргетную терапию, либо мы потом обрекаем пациента, потом и на дювантную терапию. Вот синдром вспышки в этом случае не работает или работает? Но для таргетной терапии в общем и целом этого не видно, слава богу. Есть определенная группа больных, которые начинают прогрессировать на фоне таргетной терапии постепенно. И вот если им отменяется таргетная терапия, то у них может ускоряться рост болезни. Отсюда возникает такая мысль о том, что отмена таргетной терапии приводит к вспышке. Но скорее всего речь идет о несколько разных больных. Мы отменяем таргетную терапию у тех больных, у которых само по себе течет быстрее, агрессивнее, в сторону, допустим, мелкоклеточного перехода, более злого. И там, где мы видим, что надо менять терапию, потому что она уже явно не работает. И наоборот, оставляем таргетную терапию при таком вялом прогрессировании, которое клинически незначимо и тактически ничего не меняет, а человек все равно выигрывает в лечении, и особенно во времени назначения химиотерапии, до назначения химиотерапии, потому что само по себе это время тоже важно для больных. Поэтому я не думаю, что есть такой некий эффект вспышки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!